До конца учебного года всего две недели. 25 мая по традиции для школьников прозвенит последний звонок. Все торжественные мероприятия будут проходить с учетом действующего режима повышенной готовности. А это значит, что особое внимание уделят вопросам безопасности и во время последнего звонка, и при организации итоговой аттестации. Организовать установленные сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования, а также по программам среднеспециального образования. Оказать содействие в проведении итоговой аттестации выпускников в высших учебных заведениях, действующих на территории Волгоградской области. В этом году экзамены будут сдавать 35 тысяч школьников и более 27 тысяч выпускников Волгоградских колледжей, техникумов и высших учебных заведений. Экзаменационная кампания стартует 21 мая, завершится 5 июля. Для школьников, учившихся за рубежом и в новых субъектах Российской Федерации, предусмотрено несколько вариантов прохождения государственной итоговой аттестации. И впервые в этом году выпускникам при сдаче единого госэкзамена предоставят второй шанс. Напоминаю, что начиная с этого года школьникам предоставляется дополнительная возможность пересдать один из единых государственных экзаменов. В этом году днями пересдачи определены 4 и 5 июля. На оперативном совещании были рассмотрены вопросы летнего отдыха детей и молодежи. Глава региона поставил задачу до 1 июня 2024 года подготовить к открытию новый спортивно-патриотический лагерь «Авангард». Он будет функционировать в составе Центра патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеоктубинском районе. Также начинается подготовка третьего Волгоградского молодежного фестиваля «Три-четыре». В десятидневный срок Андрея Бочарову представят предложения по основным мероприятиям масштабного феста. Екатерина Алтухова, Алексей Алтухов. Волгоградская правда.